Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы с вами опять в юношеской гостиной. И опять мы с вами возвращаемся в царское село. Если в прошлый раз у нас было несколько обзорное знакомство жизни царских детей, царской семьёй, то сегодня, я надеюсь, нам будет более глубокое. И поскольку у нас юношеская гостиная, то я попросила, как и в прошлый раз, поучаствовать в нашей передаче Лизаветы Меркуловны, которая нам помогала уже в предыдущем. И я надеюсь, что и в этой ты как-то сумеешь адаптировать нашу беседу к своим сверстникам. Я надеюсь. Я тоже, да я очень надеюсь. И, в общем, сегодня мы с вами как раз подошли к теме, как жили царские дети. Что читали, да, ты нам как раз очень хорошо рассказала. О чём разговаривали, как жили царские дети. Здесь имеется в виду, конечно, не те внешние признаки, как жили, как были одеты. Об этом мы и говорили. Что составляло, насколько это можно ответить на этот вопрос, сущность их жизни. Ах, чем бы мир для нас вдруг стал, когда бы в нём не было детей. За нами только пустота, а впереди лишь смерть и тень. Что значит листья для дерев, и свет, и воздух. Через них, скучаясь сладкий, нежный сок, идут стволы, питая их. Как будто листья в том лесу, для мира здесь. Их глазами воспринимаем мы красу, дарованную небесами. Знаешь, что это такое? Ну, зная нашу тему, зная любовь Александра Савдоровна и дети, не могу доказать, то, что это, наверное, из дневников. Да, это её дневниковая запись, которую она вела всю свою жизнь. И вот там, когда уже она стала матерью, как раз мы находим этот отрывок. И чуть ниже, великое дело, взять на себя ответственность, взять нежные, юные жизни, которые могут обогатить мир красотой, радостью, силой, но которые так же легко могут погибнуть. Великое дело, без того, сих формировать их характер. Вот о чём нужно думать, когда устраиваешь свой дом. Это должен быть дом, в котором дети будут ради и ради истинной, благородной жизни, жизни для Бога. Так написала государственная императрица Александра Фёдоровна. Мало кто мог так бы написать. И действительно, она делала всё, чтобы воспитание детей было пронизано вот именно этой благородной, истинной жизни, жизни для Бога. И вот ещё одна запись, которая много открывается в её внутреннем мире, в мире этой семьи. Никакие сокровища мира не могут заменить человеку потери ни с чем не сравнимых сокровища, его родных детей. Что-то Бог дает часто, а что-то только один раз. Проходят и снова возвращаются времена года, расцветают новые цветы, но никогда не приходят дважды юность. Только один раз остаётся с детства, со всеми его возможностями. То, что вы можете сделать, чтобы украсить его, делайте быстро. Прекрасно сказано, делайте быстро. И она быстро делала. Она как понимала, что её детям, как будто бы, вы по ним предчувствовали, выпадут тяжёлые-тяжёлые испытания. И что эти царственные особы кончат свою жизнь не в царском селе, не в Александровском дворце, не в Петергофе, а совсем в одном месте, в страшном подвале Епатерского дома. И она пыталась украсить их жизнь и делать это именно быстро, как можно быстрее дать всё, что только можно было дать. И вот здесь посмотрите, пожалуйста, на этих девочек Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Вот они как раз говорили, то, что как Лиза-то сказала, не подписывали. Отма. Отма. Показывая свою, как бы, нераздельность и при том разность характеров. Здесь очень, для того, чтобы нам не быть голословными и декларативными не быть, мне кажется, всегда впечатляют сами документы. Вот я просто начну с того, как появлялась эта семья тогда, когда ещё ничего не предвещало внешне, во всяком случае, гибели Российской империи. По дорожке Сверско-сельского парка идёт государь с великими снежнами. Они возвращаются в длинные прогулки вдоль озера среди высоких, опущенных снегом елей. Те, кто встречаются им на пути, почтительно кланяются, и ни один из этих поклонов не остаётся незамеченным и безответным. Лицо государя оживлено, на нём нет обычной грусти и бледности. Он идёт лёгким и бодрым шагом в кругу своих дочерей. Все они, на удивление, красивые, сильные и молодые. От них веет здоровьем и жизнь. Они идут без всякой чинности, они, быть может, с точки зрения трогого этикета, даже слишком громко смеются и разговаривают, слишком быстро перегоняют друг друга, слишком тесно окружают отца. Великая княжна Ольга Николаевна идёт с ним под руку, крепко прижавшись к его плечу и с любовью смотрит ему в лицо. Она что-то слушает и смеётся. Вот это первая у нас великая княжна Ольга Николаевна, а следующая Татьяна Николаевна. Она идёт под руку с другой стороны и тоже крепко сжимает руку отца и что-то быстро-быстро говорит. Младшие княжны то забегают вперёд, то идут, придумывая новую шалость, забивая снег за отворотов свои бархатные шубки. Государь радостно смотрит на них, он словно гордится ими перед встречными. Он рад, что ими любуются. Его синие добрые глаза словно говорят всем, посмотрите, какие у меня славные дочери. Они не только мои, но и ваши, они русские. И вот как их воспитывали так, что они не только мои, но и ваши, они русские, об этом как раз и свидетельствует письма Александра Фёдоровны к, например, Ольге Николаевне. Ольга Николаевна Старшин. Эти письма, причём сразу видно, что это семейный архив, потому что здесь нет каких-то пространных таких объяснений чего-либо. Это действительно письма написаны по поводу, и порой даже не совсем понятно, по какому поводу. Но я выбрала среди них те, которые сразу показывают нам вот на принципы того воспитания. Они ваши, они русские. Прежде всего, это воспитание начинается, мы уже говорили, с самого детского, даже не юного, а детского возраста. И поэтому письма, которые получает Ольга Николаевна, это письма, например, седьмого года на во рту корабля, где мать пишет, что она благодарит за письмо и за внимание. То есть вот всё время мать переписывает со своими письми, что, конечно, сейчас у нас совершенно не принято. И эта переписка поражает, потому что идёт всё время общения, начиная с того, как они совсем маленькие, кончая уже взрослым возрастом. Вот Александра Фёдоровна, например, пишет маленькой Ольге в 1909 году. Ну, это она относительно маленькая. Это, в общем-то, девушка-подросток. Девочка-девушка-подросток. Старайся быть примером того, какой должна быть хорошая, маленькая, послушная девочка. Ты у нас старше и должна показывать другим, как себя вести. Ну, а дальше, что он пишет Александр Фёдоровна? Учись делать других счастливыми. Думай о себе в последнюю очередь. Будь мягкой, доброй, никогда не веди, грубой или резко. Будь терпелива и вежлива, всячески помогай сёстрам. Когда увидишь кого-нибудь в печали, старайся подпотрить солнечной улыбкой. Ты бываешь такой милой и вежливой со мной. Будь такой же с сёстрами, покажи своё любящее сердце. Дальше там есть такая фраза. Будь настоящей леди. То есть мы дома, мы, многие из нас, наверное, распускаются. И то, что на людях, это одно, а дома, это совсем другое. Обратите внимание, как Александра Фёдоровна говорит Ольге Николаевне, будь настоящей леди. И призывает её именно к тому, чтобы как она не на людях себя вела, что вполне для светской гостиной, чтобы она вела со своими сёстрами. Ещё одно письмо. Тоже уже об отношении, между прочим, к слугам и няням. «Будь особенно вежлива по отношению ко всем слугам и няням. Они так хорошо заботятся о вас. Подумай о Марии, как она вас всех вынчила, как для всех старается. И когда она устает и не очень хорошо себя чувствует, не заставляйте её ещё и нервничать». Это пишет государственная императрица, царица российской державы, по поводу няни. И она просит, чтобы её няня не заставляла нервничать. Это удивительные, на самом деле, строки, потому что обычно трудно себе представить такую искреннюю заботу, что это искренне, потому что дочь об этом просит. «Слушайтесь её, будьте послушными и всегда добрыми. Я сделала её вашей няней, и вы всегда должны хорошо относиться к ней, а также к «С» и ещё одна такая же особа. «Ты достаточно большая понятия, что я имею в виду. Будь хорошей и слушайте маму. Прочти это одеяние. Всегда прости прощения, когда была грубой и непослушной». Вот такое письмо, которое показывает тот дух дома, в котором воспитывались царские дети. Мы уже говорили о том, что они воспитывались ещё в постоянном труде. Они всё время что-то сделали. Ещё одно письмо, где в этом письме уже несколько ценой страны мы видим воспитание детей. Это письмо непосредственно касается царевича Алексея. Мы о нём обязательно поговорим отдельно, об этом удивительном мальчике. Но в 1910 году Александра Фёдоровна пишет опять у Ольги, как старший, такую, не специально, но там есть такие фразы в этом письме. «Не нужно тормошить бэби, и я думаю, он будет вести себя вполне хорошо. Тихонько касается его правого плеча, чтобы напоминать ему, что надо кланяться, если он заботит». Речь идёт о поведении Алексея, царевича Алексея Насловской. Он был очень живым мальчиком. И как здесь тонко, не то что вот одёрни его, а тихонько касается его правого плеча, чтобы напоминать ему, что надо кланяться, если он заботит. Насколько этот принцип воспитания далёк уже от современного понукания, отзёргивания, раздражения, вот всего этого действительно не было в царской семье. И преснок того, что они царские дети, это удивительная атмосфера любви, это удивительное благородство отношений. И когда, собственно, начинается война 1914 года, эти дети стараются на себя взять, по сути дела, заботу родителей. Не случайно у Ольги есть такие строчки в её записях. Ольги Николаевны. Любовь, пишет Ольга Николаевна, это бесконечный свет. Этот свет никогда не погибнет и не иссякнет. Это удивительная цитата из писем, которые Григорий Фимович Распусин писал детям. Доброта даётся нам сохранить её, и всегда радуйтесь, что Бог с вами, и будьте добрыми. Ольга молись, чтобы свет осветил свой дом и принёс у него счастье. Вот здесь, конечно, удивительно всё, потому что, по сути дела, такая... Это же уже пишет не Александра Фёдоровна, это пишет сама Ольга. И, по сути дела, молись, чтобы у мира открылись глаза, и он увидел грозовые тучи. Твой день украшается любовью, и ангелы радуются этому. Пусть любовь будет своей крепостью. Вот это, по сути дела, заветский сень. Пусть любовь будет твоей крепостью. А как заботились сёстры о цесаревиче Алексея, это особая страница из жизни царской семьи. Это был ребёнок, который, я говорила, болел гемофилией, нестёртываемостью крови. И при всём том, он был необычайно резвый. Любая шалость, неосторожное движение могли привести к исходу не просто кровавому, но и к его смерти. И когда он ужасно страдал и мучился, то сёстры прибегали к нему, сидели с ним и пытались облегчить его страдания. В этой атмосфере как раз воспитывались царские дочери, как будущие, по сути дела, их не только сёстры, но и сёстры милосердия для всей России. И когда 1914 год грянул, то я уже говорила вам не раз, что это были настоящие сёстры милосердия. И некоторые письма Александра Фёдоровна к Татьяне Николаевне говорят нам тоже об очень многом. Вот это уже письма времени Первой мировой войны. Да, но там вот даже скорее из личностных отношений отражены. Именно отношения между матерью и дочерью. Очень тонкие отношения. И очень, в общем-то, нехарактерные. Не только для нашего времени, но и вообще такое, наверное, редко в жизни встречается. И я хотела бы просто зачитать сейчас письма Татьяны Николаевны матери. Моя дорогая, родная, милая мама, я прошу прощения за то, что не слушаю тебя, спорю с тобой, что непослушная. Надо сказать, что пишет, это уже взрослая девушка, немаленькая девочка, цесаревна. Сразу никогда ничего не чувствую, а потом я чувствую себя такой грустной и несчастной от того, что утомила тебя, потому что тебе все время приходилось мне все повторять. Пожалуйста, прости меня, моя бесценная мамочка. Прости меня, дорогая. Пожалуйста, напиши мне только одно слово, что ты меня прощаешь. И тогда я смогу пойти спать с чистой совестью. И благословить тебя Бог всегда и повсюду. Никому не показывай это письмо. Ну, прошло время, я думаю, ничего, что мы его всем показываем, потому что это свидетельство удивительных отношений, как мне кажется, когда взрослая девушка так вот просит прощения за малейшую грубость, за малейшее непонимание. Я с этим вспомнила, что взрослая Татьяна Николаевна, она просила прощения за то, что она взяла собачку. Я вам хочу сейчас показать на экране, перелистая наши страницы, вот Татьяна Николаевна. Она тогда была так, что и цесаревич, и великие княжные, они были шефами каких-нибудь полков. И вот она, Татьяна Николаевна, в форме шефа веренного ей полка. Татьяна Николаевна очень взрослая достаточно в то время девушка, и она, собственно, с твердым характером, видите, даже этот взгляд так очень серьезный, твердый, решительный. Она была самая аристократичная. Внешне, да, она была самая аристократичная. И вот Татьяна Николаевна, она просит прощения, что она взяла собачку. И что вот, ну, мы с такой же, если они не захотят эту собачку, то она уж как-нибудь эту собачку как-то без нее проживет. Но государыне не возражало против собачки. Ну, ты, наверное, что-то более серьезное хочешь нам сказать, чем я про собачку. Ну, я хотела бы зачитать письмо, которое свидетельствует о удивительной тонкости Татьяны Николаевны по отношению к маме. Это на самом деле уже более серьезное дело в том, что когда разразилась война с Германией, то Александру Федоровну, как немецкую принцессу по происхождению, очень многие обвиняли. Потому что она предупреждала то, что война принесет России убытки. Тогда никто этого не смог понять, и ее очень обвиняли. Обвиняли ее даже в шпионаже, в пользу Германии. И вот Татьяна Николаевна, вот такое я письмо прочту. Мой милый ангел, дорогая мама, я очень надеюсь, что вы все узнаете хорошо, и завтра ты не будешь чувствовать себя такой усталой, как возможно сегодня, в течение всего дня. Пожалуйста, прости меня, дорогая мама, если когда-нибудь невольно я обидела тебя, сказав что-нибудь о твоей прежней родине. Но в самом деле я действительно что-то говорю не подумав, что могу тебя задеть. Потому что когда я думаю о тебе, я представляю, что ты наш ангел, дорогая мама, что ты русская, и всегда забываю, что ты не всегда была так, что у тебя была другая родина, прежде чем ты приехала сюда к папе. Тысяча поцелуев для моей милы, дорогой бесстанной мамочки, а ты вечной любящей, благодарной и верной дочери Татьяны. На экране как раз за крупным планом показывали государыни-императрица, дочери Татьяны Николаевны. Удивительно это письмо, конечно, как трогательно пока, что ты мама русская, как я забыла, что ты пока не приехала к папе, была немецкой принцессой. Что у тебя была другая родина. А вот другое письмо, надо сказать, что Татьяна Николаевна была ближе к матери. Она была и более держанная такая, в Александру Федоровну. Ольга Николаевна нет, Ольга Николаевна к отцу. Но в годы войны, во время самых тяжелых испытаний, она проявляла такое огромное внимание и к отцу, и к матери. И вот она говорит, что я все время молилась за вас обоих, дорогие, чтобы Бог помог вам в это ужасное время. Я просто не могу выразить, как я жалею вас, мои любимые. Мне так жаль, что ничем не могу помочь. В такие минуты я жалею, что не родилась мужчиной. То есть, на самом деле, у ней была одна жизнь. Своей семьей, со своим отцом. Даже я бы сказала, не только свою семью. Она же здесь жалеет, что не может разделить их испытания, как уже государственных людей. Вот на самом деле, она их в полной мере, насколько могла, разделяла. «Если бы, будучи художницей, я захотела нарисовать портрет сестры Милосердия, пишет ее современница, какой она представляется в моем идеале, мне бы нужно было только написать портрет великой княжны Татьяны Николаевны. Мне даже не надо было бы писать его, а только указать на фотографию ее, висевшую над моей постелью, и сказать, вот сестра Милосердия». На этом портрете великая княжна снята в халате сестра Милосердия. Она стоит посреди палаты, залитой лучами солнца. Они обливают ярким светом всю ее тонкую, высокую фигуру, с золотыми обликами ложатся на ее белоснежную одежду. Ее голова в белой низкой одеты на лоб косынки, снята в профиль. Черты ее прекрасны, нежны и полны грусти. Глаза слегка опущены, длинная тонкая рука лежит вдоль халата. Она подошла к постели тяжелобольного. Все врачи, которые видели Татьяну Николаевну за ее работой, говорили мне, пишет даже особо, что она прирожденная сестра Милосердия, что она нежна, бесстрашна, касается самых тяжелых ран, что все ее привязки сделаны уверенной и умелой рукой. Вот это та самая Татьяна Николаевна, которая сейчас, вы видите на экране, сидит еще не в форме сестры Милосердия, унук Александры Федоровны. Ну и сохранились свидетельства о том, что ведь, собственно, это сестричество, это движение сестер Милосердия организовало, возглавляло, была одним из организаторов сама царица. Я в передаче, посвященном духовной культуре России, рассказывала о том, что царица ходила по кладбищу и на каждой могиле молилась за умерших солдат. И царица, она была и сестрой Милосердия. Во-первых, они прошли курсы. Это не просто так благотворительность некая была. Да, они пошли как на работу, они профессионально прошли курсы. И в письмах Александры Федоровны красным лицам того времени есть, например, такие строки о том, что они с девочками едут в Псков смотреть лазареты, в каком состоянии находятся, или о том, что они провели операцию, на их глазах умер раненый. Девочки это впервые увидели, надержались молодцом. То есть это совершенно взрослая идет уже жизнь и настоящая работа сестер Милосердия. Не так вот, как это появиться в белом халате, раздать пряники, конфеты и уехать на бал. Настоящая работа. Вспоминают, что царица, сама русская императрица, она была тоже удивительной сестрой Милосердия, и не более, не менее, она была в операционной. В операционной госпитале, где самые тяжелых раненых привозили, она держала сплянки с эфиром, подавала простерилизованные инструменты, убирала пропитанную кровью и даже кишащие паразитами бинты. Только если задуматься, это опять-таки государыня всея Руси. Она делала свою работу с тихим смирением и неутомимостью человека. И так же это делала и Татьяна Николаевна. Бывало, когда хирурги говорили солдату, что им предстоит ампутация или операция, исход которой может быть фатальный, пишет фрейлина императрица Анна Вырубова, несчастный со страхом и болью призывал ее. «Царица, стой со мной рядом, держи меня за руку, чтобы я не боялся». Это может тоже, правда, зрительно, чтобы царица была рядом, действительно рядом со своим народом. Это был ли офицер или простой крестьянский парень. Она всегда откликалась на такой призыв. Положив страдающему на голову руку, она говорила ему слова утешения, подбадривала, молилась вместе с ним, пока шла подготовка к операции. С самим прикосновением рук своих, облегчая боль, люди ее обожествляли, ждали ее прихода, протягивали забинтованные руки, чтобы коснуться ее, когда она проходила мимо них, улыбались, когда она склонялась над их кроватями, шепча слова молитвы и утешения. Вот, собственно, этот пример был наглядный. Служение всей семьи и то, что она говорила, что это дети, которые, они ваши, они русские. Вот надо сказать, я тут вставлю то, что солдаты, которые лежали в царско-сельском мазарете, они помнили императрицу всю жизнь, так же, как и царских дочек, потому что вот сохранились их свидетельства, которые вообще в отдельных книгах выезданы, где они с необычайной любовью отзываются о тех минутах. И вот, что лично меня поразило, так это то, что вот некоторым людям достаточно было одного взгляда. То есть вот кому-то запоминались ее глаза, кому-то вот шорох ее платья, ее серого платья. Вот даже эти вот такие незначительные детали, они оставляли скипление на всю жизнь. Так вот, какова же была она сама-то тогда, если даже деталь одна уже. Да, это кажется удивительно. И удивительно еще и то, что они действительно, они самое дорогое, что у них было, детей своих отдали на служение. И последнего своего мальчика, царевича Алексея, вот это его судьба тоже удивительная. Его, такого больного, они готовили, тем не менее, к служению. Этот мальчик, о котором он ведь прожил очень и очень немного, но не потому, что он был болен гемофилией, а именно потому, что его, так же, как и всех остальных, замучили в подвале Патерского дома. Вот этот мальчик, тем не менее, сразу как-то вот, с самого начала проявил свою удивительную, неординарность. Ну, вот я зачитаю некоторые воспоминания о наследителе. чьи это воспоминания по возрасту, это, я понимаю, что это что-то тогда было близко им. Если не ошибаюсь, это фрейлины вспоминают. То есть, это была юная фрейлина, не, были пожилые фрейлины, а это, судя по всему, было юная. Как раз дочь, как она описывает сама, да, она была молодой. это девушка она была. Девушка вспоминает о своем сверстнике. Да. Цесаревич Алексеев. Наследник цесаревич имел очень мягкое и доброе сердце. Он был горячо привязан не только к близким ему лицам, но и к окружающим его простым служащим. Вот как раз уже здесь проявляется то, о чем вы говорили. Удивительная близость царской семьи к простому народу. Вот порой даже обыкновенные люди из одного социального круга, они разделены. Разделены множеством преград внутренних из одного социального круга. А здесь такой пример, когда как раз наоборот, целая пропасть, кажется, отделяет вот царевича, будущего императора, огромные державы, и казаков, солдат. Но вот он эту пропасть преодолевает. Он был привязан к окружающим его простым служащим. Он особенно скоро и горячо привязывался именно к простым людям. Любовь его к дядьке деревенька была нежной, горячей и трогательной. Но здесь необходимо объяснение. Дядька деревенька это казак, который... Да, не буквально дядька. Да. Который должен был опекать царевича. Он страдал от болезней гемофилии. И вот в те дни, когда он не мог сам ходить, сам передвигаться, этот дядька деревенька, он его носил. А я тебя перебью. Ты знаешь, как потом дядька деревенька тебя подвел, когда началась революция? Я слышала то, что, если она не читала, по-моему, вещи, да? В том самом Александровском дворце, где жила эта семья, и где они были... Он и носил на руках этого мальчика, был привязан. Сейчас покажу вот этот Александровский дворец. И вот там, в комнатах Александровского дворца в царском селе дядька деревенька заставлял, сидел развалившись и заставлял Алексея Николаевича выполнять его требования, приказы, грозные приказы. И Алексей Николаевич был потрясен таким внутренним предописцем, потому что казалось, что они связаны друг с другом с любовью. И он играл с дядьми с дядьми деревенька. Прости, я перебила. Он с интересом и глубоким вниманием взглядывался на жизнь простых людей. И часто у него врывалось восклицание, когда я буду царем, им будет бедных и несчастных. Хочу, чтобы все были счастливы. Все учителя говорили мне о выдающихся способностях царевича. И один из самых близких ему учителей, если я не ошибаюсь, это был Пьер Жилья, вспоминал, что в душе этого ребенка не заложено ни одной скверной или порочной терты. Душа его самая добрая почва для всех добрых семян. Если суметь их насадить и взрастить, то русская земля получит не только прекрасного и умного царя, но и прекрасного человека. Ну и вот уже с раннего детства он начал свое, если так можно сказать, социальное царское служение. На одной из станций, мимо которой проезжал царский пост, возвращавшись из Левазии, государю подошел с просьбой один из железнодорожных чиновников. Вот тоже я немножечко отвлекусь от воспоминаний. Как часто приходилось слышать то, что государи были неподступны, но тем не менее вот живое свидетельство, то что самые простые люди, самые обыкновенные, даже не раненые, они могли подойти к царю. Он был обременен слишком большой семьей и жалований его не хватало на ее прокормление. Государь ласково выслушал его и сказал, с этого дня ты будешь получать от меня еще 30 рублей в месяц. Маленький царевич, стоявший подле царя, внимательно слушавший чиновника, положил свою пухленькую ручку на его руках и сказал, а от меня будешь получать 40. Вот такой один из примеров его удивительной доброты. но надо сказать, то что царевич он сознавал, то что он будет самодержан и Россию. И вот даже посмотрите это какая посадка. Он же совсем маленький здесь, он совсем маленький, но как он стоит в форме казачьего полка, какая посадка. и в связи с этим насколько я помню был даже какой-то эпизод. Да, мне прямо запомнилась очень эта ситуация. Царевич не был гордым ребенком, хотя мысль, что он будущий царь наполняла все его существо сознанием своего высшего предназначения. Когда он бывал в обществе знатых и приближенных к царю лиц, у него появлялось сознание своей царственности. Ведь если вспомнить, Николая Александровича очень часто обвиняли в мягкости. Так вот как раз в случае о царевиче Алексеем. Однажды царевич вошел в кабинет царя, который в это время беседовал с министром. При входе наследника собеседник государя не нашел нужного стать, а лишь приподнявшись со стула подал царевичу руку. Наследник оскорбленный остановился перед ним и молча положил руки за спину. Этот жест не придавал самого заносящего вида, а лишь царственную выжидательную позу. Министр невольно встал и выпрямился во весь рост перед царевичем. Вот это можно даже представить тебя зрительно как маленький цесаревич, хрупкий, как он сумел поставить этого министра. Извините на то, что однопременно лицем он играл вот эту лошадку и специально ее вывел на экран. Подарок, между прочим, Екатерина II, это старинная лошадка. Это царская реликвия, ну, в этом смысле как игрушка. Да, и вот такое и вот царь, когда он наблюдал эту сцену, он с грустью и гордостью сказал, да, с ним вам не так легко будет справиться, как со мной. Ну, жалости судьба решила иначе и царевич Алексея не пришлось стать царем и у России не было такого царя. Ну, и вот здесь дается некоторые воспоминания его внешнего вида и как бы взгляд толпы, то, каким он представил во время парада светских. Грустную картину представляли себя выходы и прогулки царевича во время его болезни, о которой мы говорили, гемофилии. На глаза невольно навертывались слезы, когда на блестящем параде среди сильных и здоровых людей царевича приносили мимо рядов войск на руках самого рослого могучего козака. Скорбными линиями очерчивалась хрупкая фигурка царевича. На руках этого рослого козака худенькая ручка царевича охватывала его сильную широкую шею. Похудевшее личико было прозрачно бледно, а изумительно прекрасные глаза его были полны грусти. можно дать фотографии крупным планом. Прекрасно в самом начале царевича, когда он еще далек и уже очень близок к тому царевичу, о котором ты говоришь. Мне кажется, что одного взгляда на эту фотографию он может являться более сильным, чем многие слова. Эти глаза на бледном личике смотрели в ту пору с недетской глубиной. Они озаряли его черты, придавая ему выражение ребенка, перешедшего уже за грань нового бытия. Казалось, недетская сила духа светилась в их глубине и помогала ему выносить страдания и болезни. В эти дни, даже тогда, когда царевич шалил и смеялся, глаза эти хранили скорбность и затаенного страдания. И вот по воспоминаниям близких фрейлин, такое же затаенное страдание было видно в глазах и царите Александра Федоровны, а уже позже и в глазах царевины. Ну, а здесь есть еще удивительная как Ольга Николаевна ухаживала за солдатами, как они ее любили, тоже совсем по-другому, чем Татьяна Николаевна. Здесь тоже такие воспоминания, как Ольга Николаевна с ранеными. Она в чем... Мы просто немножечко перескатили фронологически, но, конечно, вот этот кусок очень бы хотела зачитать, потому что она была такой одной из самых живых царевины. Великую княжну Ольгу Николаевну все очень любили. Все это имеют в виду простые солдаты. Про нее больше всего любили мне рассказывать раненые. Однажды привезли новую партию раненых. Их, как всегда, на вокзале встретили великие княжны. Они исполняли все, что им приказывали доктора и даже мыли ноги раненым, чтобы тут же на вокзале очистить раны от грязи и сохранить от заражения крови. После долгой тяжелой работы княжны с другими сестрами размещали раненых в палату. Устала великая княжна Ольга Николаевна присела на постель одного из внос привезенных солдат. Солдат тотчас же пустился в разговоры. Ольга Николаевна, как и всегда, словом не молвилась, что она великая княжна. Они из скромности своей по простоте скрывали это. Умаялась сердечная спросила солдат. Да, немного устала. Это хорошо, когда устанешь. Что же тут хорошего? Значит, поработала. Это к тебе не тут сидеть надо, на фронт бы поехала. Да, моя мечта на фронт попасть. Что ж, поезжай. Я бы поехала, да, отец не пускает. Говорит, что я здоровьем для этого слишком слаба. А ты плюнь на отца, да поезжай. Снежна рассмеялась. Нет, уж плюнуть не могу. Уж очень мы друг друга любимы. Ну, здесь одновременно иллюстрирует и саму природу отношений, царственных книжон. И вот это близне. Я в связи с этим вспомнила этот эпизод, когда государь пришел сам навещать раненых, и спрашивал он, как там за ними сестры ухаживают, раненые отец говорят, да вот хорошо, но только они одна мне сестра все забывает принести табаку, по-моему. И государь говорит, а кто же это указал на Ольгу Николаевну? Государь говорит, ну, как же так-то? В общем, сел ей выговор. И тот солдат подумал, что надо же, что я на кого жаловалась. И что пожаловалась? Это на царскую дочку. На царскую дочку. грех-то какой. Да, вот такие были удивительные совершенно навыки царской семьи. А теперь я хочу вам показать тоже кадры удивительные по тому, что они уникальны. игрушки сохранившиеся в царской семье. Была выставка такая, она так называлась на детской половине. Вышла книга, альбом. Посмотрите, пожалуйста, это солдатики, игрушки с солдатиками. Перед вами крайний лес изображает здесь зимний. Потом солдат, в который очень любил играть царевич. Но опять-таки это игры были, не просто игры, а в результате этих игр он учился с военным действием. Дальше сам царевич в военной форме. А потом я хочу вам показать то, о чем мы говорили с вами в предыдущей нашей программе. Театр, детский театр. Театр постановка «Жизнь за царя». Мы сейчас перелеснем и подойдем к последней видеостранице нашей сегодняшней книги. И это последняя видеостраница подготовит нас и к следующей теме нашей. Но вот сейчас, пожалуйста, посмотрите у вас на экране театр «Жизнь за царя». Это опера очень известная, где Иван Сусанин жертвует по сути дела своей жизни, спасает царя. И вот это видите фигурки, которые изображают действующих лиц, сама сцена, занавес. Это была такая детская игра. И вот эта детская игра, она воспитывала как раз царевин, да, цесаревин, цесаревича, к тому, чтобы они тоже положили жизнь свою за народ. Они ваши, они русские. что же с ними произошло и какие по сути дела уроки они своей вот этой жизнью преподали современности. Более подробно об этом мы будем говорить в следующей передаче. Но пока подытоживая наше сегодняшнее знакомство, мы видим, что это удивительная семья, как государь наследником, так и все они вместе. Это была семья, действительно служащая Отечеству. Посмотрите, пожалуйста, во многих семьях того времени сены были так увешаны иконами и расстреляли их теми иконами, которые здесь перед вами в доме в царском селе, потому что по воспоминаниям священника, когда их арестовывали и уже увозили, все свои святыни они забрали с собой. В следующий раз мы подойдем именно к этой странице их жизни царских детей и поговорим о том, о их последних уроках, данных нам. Лиза, спасибо большое, что поучаствовала в нашей передаче. Мне было очень интересно и очень приятно быть в этой истории. Спасибо, спасибо большое, а пока мы прощаемся с нашими слушателями. Всего доброго, надеемся вас в скором времени в нашей юношеской гостиной. спасибо, 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 Продолжение следует...